Попав на территорию лагеря, сразу становится понятно, что здесь другой мир, где царит особая атмосфера. Все дети занимаются разными делами. Например, эта группа ребят сдает на права. Ездят они, конечно, не на машинах, а на велосипедах. Чуть поодаль слышен звук гитары, и там уже совершенно иная обстановка. Но ничто не может отвлечь начальника отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе управления образования Наталью Караваеву от тщательной проверки лагеря. Чем и как кормят наших детей, как хорошо за ними следят, каковы условия проживания в комнатах. Наталья Караваева проверила все лично. Ни одна деталь не была упущена в ходе ревизорской проверки. Детский наукоград инспекцию выдержал достойно. Родители могут не волноваться. Мне очень понравилось в лагере. Действительно созданы все безопасные условия для пребывания наших ребят. И очень интересная воспитательная образовательная программа. То есть практически каждая минутка наших детей расписана. И у них нет возможности заниматься какими-то отвлеченными делами, которые натолкнули бы их на какие-то сложности в плане поведения. И я думаю, что наши ребята приедут хорошо отдохнувшими, в меру загорелыми, вкусно поевшими. И самое главное, они на одну ступенечку станут выше в своем развитии. Трехместные номера оказались удобными. В каждом свой санузел. В столовой кормят хорошо. При желании ребенок может выбрать даже вегетарианскую еду. Есть бар, где можно приобрести соки и чай. Есть кулер с водой. В здании располагается бассейн. А главное, для детей организованная, интересная и насыщенная учебная программа. Иногда, проходя вечером во время огоньков, когда они обсуждают, как же прошел наш день, ребята рассказывают о том, что сегодня день был очень весел, но я устал. Это такая приятная усталость. И нам, как педагогам и организаторам всего, что здесь происходит, очень здорово слышать, что он устал. Значит, время прошло не зря. Значит, в течение дня выполнили все, что было запланировано. И мне кажется, чем меньше свободного времени у детей, тем это и для них лучше, и для нас, как для педагогов. Намного проще понимать, что, где, как, когда. По поводу того, устают они и учеба, учеба. Есть, конечно, и такие, кто говорит, опять учеба. Они так вздохнут, а потом входят в аудиторию и вдохновенно начинают, опять же, мастерить того же переделкина, делать те же духи. Тем, кто попал в детский наукоград впервые, сложно понять, что за энергию собирают дети и куда они хотят с помощью нее улететь. Отрядов в лагере нет. Есть экспедиции, которые путешествуют во времени. Детский наукоград – это удивительный мир, который живет по своим правилам и по своему времени. Каждые три дня здесь наступает новая эпоха. И сегодня, например, эпоха Великой Отечественной войны. Поэтому большинство игр и квестов посвящено именно ей. Для ребят в лагере работают 10 кружков и мастер-классов. Агенты 04, где ребята учатся распознавать утечку газа и бороться с этой проблемой. Мастерская переделкина, мастер-класс «Универсальный код безопасности», «Лаборатория почемучек», «Чемоданчик здоровья». Есть кружок робототехники и IT-технологий. Также организованы хобби-клубы по гитаре, плетению, футболу, волейболу, аппликации и фризби. Есть даже курс телешоу, где ребят учат снимать и работать в кадре. Их творчество можно посмотреть на сайте YouTube. Проект называется «Короткий метр». Да, мне здесь все нравится. Здесь вкусно кормят. Каждый день мероприятия, бассейн, друзья. Если честно, в школе мне не очень нравилась история. А как только приехал в Долгоград, я историю вообще полюбил больше всякого другого предмета. Мне кажется, что это самый лучший лагерь. И я очень хочу здесь вернуться. Здесь вкусно кормят, здесь весело. Меня всегда здесь развлекают. Здесь много друзей и хорошие вожатые. Больше всего мне здесь нравится это мероприятие. Они здесь очень хорошие. Тут отличный лагерь. Он очень крутой. Тут отличная столовая. Повара не зря трудятся. Они хорошо готовят. Я всем рекомендую этот лагерь. Это самый крутой лагерь, в котором я был. Мне лично здесь очень нравится. Лагерь такой красивый. Вот у нас очень хорошие вожатые Яна и Настя. Вот тут очень хорошо. Вот мы делаем сейчас машины, и они могут потом самостоятельно передвигаться. Там есть аккумулятор, ты его включаешь, и машина самостоятельно двигается. Мне самое запомнилось, что наши огоньки. Мы когда собираемся, говорим все, что нам понравилось. И когда мы выполняем задание. Путевки в лагерь были предоставлены на безвозмездной основе по совместной программе Одинцовского района и Министерства социальной защиты Московской области. Всего этим летом в детском Наукограде из нашего района отдохнут около 200 детей. Первая смена отдыхает там уже две недели. И как бы там не было хорошо, за такой срок дети успели соскучиться по дому. Хочу передать привет также моим друзьям по школе, родителям, друзьям, родственникам. Привет, мам, пап, брат. Я хочу передать привет всем моим друзьям из школы, всем своим родственникам и родителям. Я передаю привет своим родителям и своим друзьям. Я хочу передать привет своим родным и близким, друзьям. Я очень скучаю, скоро приеду. У этих ребят для отдыха в лагере осталась еще неделя, которая наверняка пролетит быстро и с пользой.